Около 500 спортсменов съехались в Старый Оскол на 37-й международный турнир под дзюдо. В этом году соревнования собрали 60 команд из России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Латвии. Масштабные соревнования проходят во Дворце спорта Александра Невского. Второй день во Дворце спорта Александра Невского кипят нешуточные страсти. Сразу на трех татаме дзюдоисты выясняют, кто сильнее. 14-летний Максим Кулев из Твери на турнир в Старый Оскол приехал впервые. Во второй схватке одержал победу над соперником из Курска. Схватка была достаточно сложной, практически равная, можно сказать. А белорус Константин Высоцкий из Гомеля уже четвертый раз выступает на Старооскольском ковре. В прошлом году проиграл, сегодня лидирует уже в трех схватках подряд. В весовой категории 42 килограмма одолел даже более крупного соперника из Курска. Мальчик был крепкий, но надо было только тактически перебрать. Выносливость играет важную роль. Ну, еще надо силы иметь и силу духа главное. Три встречи боролся, три выиграл. Мальчики есть сильные. Несмотря на то, что турнир не рейтинговый, с каждым годом он собирает все больше участников. В этот раз съехались 60 команд из Казахстана, Белоруссии, Латвии, ДНР и России от Якутии до ЦФО. Это наши постоянные друзья, которые постоянно к нам приезжают. И мы ездим к ним в гости, а не к нам. У нас кроме соревнований еще есть дружеские встречи, мероприятия для тренеров. Постараемся их встретить, поселить хорошо, чтобы это был действительно обмен опытом, мнениями. И не только для детей, но и для тренеров. Эти соревнования очень сильные по хорошей конкуренции. Они получают достойных соперников, они получают опыт, они получают те эмоции, которые, может быть, на других соревнованиях не испытывают. Из Латвии, из Казахстана, из Украины спортсмены достойные, которые можно побороться и что-то у них подсмотреть. И записать себе, так сказать, книжечку для того, чтобы развиваться и быть лучше. Итоги турнира подведут после финальных схваток. Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.